Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас тест-обзор новиночек Фоберлик. Первое, что хочется протестировать, это гель алоэ от iCewool. Я уже умылась, поскрабировала. Сейчас лицо протру тоником, и будем с вами наносить гель на лицо. На руке он себя вчера повел очень даже неплохо. Мне понравилось абсолютно никакой... Блин, у меня такой бант агрессивный на голове. Никакой липкости не вызвал, вообще никакой. Посмотрим, что будет с лицом, потому что все-таки на лице кожа другая немножко. Сейчас все с вами посмотрим. Будем тестировать с вами питание нечаев. Посмотрим, как ведет себя средство для мытья посуды. Я с крышечки пока берусь вот этой. Геля вообще немного нужно. У него расход должен быть маленький, как и у любого геля для лица. Но у меня прям такой хороший слой, слушайте, на лице. Применять как маску плотным слоем на лицо смысла не вижу. Мне кажется, такой способ будет не очень интересный. Он гораздо лучше должен поработать, как крем. Как дневной крем для комбинированной жирной кожи, мне кажется, вообще супер. Гель алоэ вера может питать и сухую кожу, поэтому... В принципе, для любой. Так, ну вот и все. Он уже практически впитался. Никакой липкости на лице тоже нет. Это прекрасно. Хотя я взяла так прям от души, скажем так. Приятный. Вот приятный. Какой-то такой легкий холодок на лице. Достаточно приятный. Сейчас вот кое-где еще не впитался. Липкости никакой, девчонки, нет. Я не знаю, у кого была липкость. Никакой абсолютно нет липкости. Что какие-то чудеса произошли, не могу сказать. Это просто хорошее увлажнение. Вот лично мое мнение. Потому что я вам уже говорила в обзоре заказа. У меня было и есть много гелей от Биходо, в составе которых алоэ. И это просто хорошее, действительно достойное увлажнение. Может быть легкое выравнивание тона. И все. Чудес никаких от этого средства, я вас прошу, не ждите. Цена у него не бюджетная. Это хорошее увлажнение. Все. Можно взять как дневной крем для жирной комбинированной кожи. Все. Вот знаете, легкая-легкая липкость сейчас есть, когда впиталась. Легкая такая, прям вот легкая. Она абсолютно нормальная, я уверена, сейчас через 2 минуты ее не будет тоже, этой липкости. Я люблю такие продукты. Я знаю, в принципе, что они из себя представляют. Я знаю, что я брала. Не думаю, что у Фаберлик придумали что-то прям такое новое, инновационное. Вот все. Лицо становится матированное. Когда подсыхает он, все, липкость прошла. Оно прям такое вот матированное, действительно, девчонки. Солнышко тут у нас уже немножко выходит на балкончик. Матированное лицо. И этот эффект, я думаю, продержится достаточно долго, если не будет жары. И этот наш гель никуда не потечет. Пойдемте теперь перемещаться на кухню. Будем с вами готовить супчик. Будем с вами заваривать чай. Посмотрим на новый бальзам. Девчонки, мне вчера такой интересный вопрос поступил в комментариях. А говорит, средство, вот новое оно пенится. И вообще, как пенится средство от Фаберлик? Средство от Фаберлик пенится изумительно. Я сейчас вместе с вами буду пробовать первый раз. Вот этот вот бальзамчик для мытья посуды. Я его разбавлять не буду, потому что я люблю их сейчас менять. По-первых, я помню, экономила. Так, берем губку. У меня как раз вот стоит грязная посуда. Одной рукой не очень удобно. Но мы с вами сейчас это все воплотим в жизнь. Вот он, смотрите, вот он какой беленький. И вот он как пенится. Оно прекрасно пенится. Может быть, конечно, похуже, чем Ферри, но и то ненамного. Смотрите, вот как все пенится. Все отлично пенится, все прекрасно отмывает. И в моей жизни только одно такое средство от Фаберлик отмывает посуду до скрипа. Поэтому бальзам прекрасно пенится. Так же, как и наше привычное, обычное средство для мытья посуды, жидкость. Ой, как пахнет, девчонки. Это вообще, это просто огонь. Пахнет замечательно. Для меня вот эти бальзамчики теперь лучшие. Достаточно мягенькая пена. Я думаю, ручки сушить не будет. Правда, вот так вот руки трогаешь. Они гладенькие, мягкие. Действительно, бальзам действительно в составе здесь есть масло, пантенол. Я в это охотно верю. Ну ладно, посуду мне мыть одной рукой не очень удобно. В общем, я вам показала. Все пенится отлично, даже не сомневайтесь. И даже если вы разбавите его водой, даже если один к одному, оно так же прекрасно будет пениться. Вот так. Я вчера открыла все три чая. Смотрите, какие они яркие, классные. И могу сказать, что из этих трех мне больше всего понравилось ванильное яблоко с корнем солодки. Он прям вкусный. Вот у меня по каждому пакетику есть открытый. Он прям вкусный-вкусный. Он действительно пахнет яблочком. Знаете, таким яблочным пирогом. Поэтому сейчас мы с вами вместе его и заварим. Вот этот мне не зашел, потому что он с гвоздикой. Прямо ужас. Но я попробую его тоже выпить. Возможно, вкус будет приятный. Вот этот тоже приятный чай. Но мне прям вот из этих трех вот этот больше всего понравился. Сейчас будем с вами заваривать, пить чай. И хочу провести небольшой эксперимент. Я специально взяла прозрачный стакан, чтобы вы могли и цвет оценить. Но запах невероятный идет от чая. Пускай он заваривается. А мы с вами пока что-нибудь еще поделаем. Пока мое впечатление от ГРАС свежо. Если вы помните, мы с вами эксперимент проводили. Вот эту сторону сковороды очищали. Вот. Я... Пульт свалился. Я хочу попробовать средство для чистки духовок и плит. Я хочу перелить его, кстати, в ГРАС. Как вы думаете, будет выдавать пену? Мне кажется, просто распылителем удобнее. Мы сейчас обработаем с вами вот так. И посмотрим. Если вы помните, от ГРАС прям сразу начинала стекать вот эта вот грязь. Она разъедалась моментально. Уже прям такая пена. Я еще добавлю. Хотя и такое количество должно сработать. Но я добавлю еще немножечко вот сюда, на самые грязные места. Я знаю, что оно очищает круто. Но мне будет интересно именно сравнить с ГРАС. Так. Все. Грязь у нас пока никакая не течет. Видите, да? Там сразу. Будем ждать. Наверное, минут 10. Чемки, я попробовала в пустую перелить флакон. Но это, конечно, хренатень. Смотрите. Оно просто вытекает. Я не знаю, может, надо водой подразбавить. Я прям чуть-чуть водички налила. И уже пошло пенообразование. Видите? Блин, ну это не каждый раз. Оно все-таки густое. Не пойдет оно для распылителя. Это средство однозначно. Ну что, прошло 10 минут. Я не вижу, как от ГРАС, чтобы разъело загрязнение. Хотя стекает, вот видите, она грязненькая. Мне кажется, ничего не отъело, девчонки. Вот в этом месте только вот вижу. Тут такое вот коричневое. В общем, я сейчас смою. Тереть не буду, просто смою. Покажу вам результат. И сравним. Вот, девчонки, результат. Видите все сами. ГРАС лучше. Поэтому вот кто мне под тем видео писал комментарий, что средство для духовок и плит лучше, очищает сковородой кастрюли, вы слукавили, девчонки. ГРАС моментально отъедал. Не все до конца, да? Но вот эти пятна он точно бы отъел сразу. Уже через 2 минуты можно было бы смывать. Сами видите. Я постараюсь в инфобоксе прикрепить то видео, где с той же самой сковородой мы проводили такой эксперимент с ГРАСом, чтобы вы тоже посмотрели и сравнили. Я, конечно, люблю фаберлик, но я не являюсь слепым фанатиком, поэтому говорю вам всегда исключительно правду. ГРАС антижир гораздо лучше справляется с этой задачей. Ну, а вот я чаек. Смотрите, какого он цвета. Мутный такой, насыщенный коричневый цвет. Аромат вот действительно какого-то яблочного штруделя, девчонки. Корицу чувствую, яблочко чувствую. Это шоколадка с вишней. Сейчас вот такой кусочек съем. С сегодняшнего дня я на правильном питании. Вот. Так, шоколадку все убираем. Ну, давайте продегустируем первое впечатление от чая. Ммм, вкусно. Чувствую ваниль, чувствую яблоко. Корицу не чувствую, я люблю корицу. И, то есть, есть в нем какая-то сладкая нота. То есть, он совсем без сахара подойдет однозначно. Для тех, кто пьет чай только с сахаром, вам будет вкусненько этот чай пить и без сахара. Не чувствую никакой крепкости. Мне кажется, что это больше травяной чай, нежели черный. Очень вкусный. Мне понравился. Корица есть, но прям вот такой отголосочек совсем далекий. Вкусный чай. Чаю ставлю 5 из 5, буду пить с удовольствием. Я вообще, девчонки, ни чай, ни кофе практически всю свою жизнь не пью. Бывает изредка кофе в холодное время года. А чай черный я, в принципе, не пью. Это вроде как черный чай, да и такой вкусный. Вообще. Он не красит кружку, не будет красить бокалы, я думаю. Потому что там никаких красителей и искусственных ароматизаторов в составе нет. Ммм, здорово. Сегодня будем с вами варить вот такой суп тыквино-чечевичный. Я сварила окорочок куриный, у нас своя курица. Я думаю, этого будет достаточно, потому что на 5 порций, да. Вот этот окорочок я сварила, я его сейчас разделаю. На втором бульоне будем варить вот этот суп. Вот как он выглядит. Смотрите, тыквино-чечевичный, прям сплошная польза. Давайте почитаем инструкцию по приготовлению. В кипящую воду объемом 1,2 литра. У меня будет побольше объем. Выспать содержимое пакетика. Перемешать, довести до кипения, убавить огонь. Варить в течение 25 минут. Вообще, чечевица долго варится. На медленном огне под крышкой. Снять с огня, добавить соль. И блендировать до однородной консистенции по желанию. По желанию можно подать со свежей зеленью и семечками. У меня муж с дочерью не любят супы, пюре, поэтому я блендерить не буду. Я за блендерю для себя. Вот себе я отолью отдельно, когда буду кушать, да, и за блендерю. Я обожаю супы, пюре во всех проявлениях, если еще сверху сухариками посыпать. Кстати, чем мы с вами сейчас и займемся? Мы приготовим к супу греночки из черного хлеба с чесночком. И будем подавать к этому супу. Красота. В общем, я сейчас разделываю вот этот окрачок, снимаю с него кожу, жир всякий, бросаю в кипящую воду и будем с вами все варить. Открыла суп, сейчас будем с вами засыпать. Девчонки, такой аромат обалденный. Вообще, я не знаю, почему я чувствую томаты. Чувствую томаты, чувствую специи. Смотрите, вот все овощи сушеные. Понятное дело, они не настолько полезны, как свежие. Но вы и свежие все равно будете термической обработке подвергать, да? Здесь нет в составе томата. Я чувствую отчетливо томат. Отчетливо томат и, может быть, даже базилик, специи. Прям пахнет очень вкусно, обалденно. У меня тут уже кипит курочка. Я высыпаю содержимое пакетика. Все сюда. У меня вот такая кастрюлька, я не знаю, сколько она, мне кажется, на 2,5 литра. У нас по инструкции на 1,2 литра вот это все дело разводится. Тогда он будет густой, да? Но я, может быть, сейчас чего-нибудь добавлю. И он у меня с мясом. И посмотрим, что из этого... Ой, какой запах пошел. Вообще, обалдеть. Чечевица красная. Я, кстати, красную никогда не ела. Я ела темную, ела светлую. А красную еще никогда. Может быть, это от чечевицы такой интересный аромат. Ну, вкусно пахнет, прям реально вкусно. Так, сейчас он 5 минут покипит, потом мы будем с вами под крышкой оставлять. Добавила все-таки, девчонки, туда 2 средних, даже маленьких, картофелины. А то он совсем какой-то жидкий получается. Потому что у меня такой есть не будет. Вот. 5 минут он уже кипит. Сейчас я буду накрывать крышечкой. И будем с вами пока делать гренки к супу. Я порезала 3 кусочка черного хлеба. И подсушиваю их на сковороде без масла на медленном огне. Выдавила сюда 2 зубчика чеснока. Аромат стоит нереальный просто. Сейчас он еще вот так подсушится немножко с чесночком. Так. Вот. Давайте пока посмотрим, что у нас тут с супом происходит. Оп. Ой, у меня даже не кипит, надо посильнее. Смотрите, уже разбухло все. Да, он получился густой, девчонки. Смотрите, как все разбухло. Я картошку даже зря добавляла. Он получился густой, практически ложка стоит, да? Смотрите, вот тут какой густой получился. Так что, в принципе, не на 1 и 2 литра можно, а гораздо на больше. То есть на кастрюлю трехлитровую, вот этой пачке, вполне прекрасно. Так что, про 5 порций, девчонки, даже вот. Я буду брать эти супы. Это здорово. Сейчас, конечно, мы с вами еще попробуем, когда он доварится. Мы с вами попробуем. И посмотрим. Если они будут вкусными, если мне понравится, я буду брать такие супы. Это очень удобно. Ну что, девчонки, предлагаю протестировать тональный крем теперь. Новой кисточкой Фиберлик. Посмотрим, как он ей будет как раз наноситься. Я уселась на естественное освещение, чтобы вы могли по достоинству оценить оттенок. Так, я, наверное, буду делать, смотрите, вот так. И кистью разносить потом. Мне кажется, так удобнее. Вот, когда он только ложится на мою кожу, да, он гораздо светлее. Какой-то такой оттенок землистый. Давайте пробовать. Смотрите, сразу выбеляется кожа. Но я надеюсь, как и на моей руке, он подстроится. Ой, кистью наносить необыкновенно, девчонки. И я даже не вижу, что он забивается в поры. Необыкновенно вообще красота. Так здорово, тоненько распределяется. Прям такой тоненький слой. Ой, девчонки, после этой кисти ваша жизнь не станет прежней. Прелесть. И я бы не сказала, что он мне не подходит. Потрясающе. Так, дальше, вторую сторону. Сейчас посмотрим, еще подстроится, нет. Вот когда распределяешь, видите, да, он прям белесый совсем. А когда разносишь, и получается на коже такой тонкий слой, да, получается очень даже ничего. Кисть в себя много, сильно продукта не вбирает. Но зато это вот как раз то покрытие тонального крема, которое я люблю от шеи, не отличается, девчонки. Сейчас еще подстроится. Вообще здорово. Так, сейчас еще на подбородочек и на лоб. Так. Здорово. Сейчас лоб не очень удобно делать. Я вот так сделаю. Волосы уберем. Так, брысь отсюда. Брысь отсюда, волосы. Ну вот даже если смотреть на мой лоб сейчас, да, из-за тонированное лицо, разницы особой нету, да? Нет, все-таки я не пожалела, что взяла именно этот оттенок. Это мое. Тем более сейчас немножко загар с лица сойдет, да, осенью. Если бы я наносила пальцами, наверняка покрытие было бы более плотным и более заметным. Здесь великолепно. И несовершенство он будет перекрывать таким нанесением тоже однозначно. Что касается, забивается в поры или нет. На руке мне показалось, что он прям залазит в поры и морщинки. Нет, девчонки. Пока все нормально. Он немножечко их прям на носу, да, особенно у нас видны поры. Не обращайте внимания на звуки, у меня балкон открыт, там дети носятся. Под окном. Так, он немножко забивался на руках в поры. Здесь нет, он их чуть-чуть сглаживает. Хотя вот в некоторые нет, он немножечко залазит, да? Поэтому у кого кожа пористая, да, они расширены, если она еще при этом сухая, ну это тут любой крем при таком типе кожи будет выглядеть некрасиво. Нужно сначала кожу увлажнять и так далее. Слушайте, нет, классно. Все, мне все нравится вообще. Девчонки, кто еще себе эту кисть не приобрел, прям берите, вообще не пожалейте. Все отлично. И потихонечку он подстраивается, пока кожа блестит. Пока. Но сейчас она должна заматироваться однозначно, потому что так было на руке. И жары у нас особенной пока нету. Здорово. Небольшой расход кремушка. Совсем вы сами видели. Если бы я наносила пальцами, мне кажется, у меня бы ушло гораздо больше. Я полюбила эту кисть, и теперь, наверное, благодаря этой кисти я буду пользоваться тональным кремом гораздо чаще. Вы наверняка уже знаете, что для меня это крайняя редкость использовать тональный крем. Крайне редко я это делаю. Синячки перекрывают под глазами. Сегодня у меня они были прям такие махровые с утра. Здорово. С одной стороны. Вообще его не видно. Класс. Я довольна. Девчонки на все стол. Смотрите, поближе вам показываю. Все уже начинает мотироваться. Отлично. Девчонки, вот как выглядит супчик. Я сейчас это делаю все за блендер. Можно кушать и так. Я уверена, будет очень вкусно. Я сейчас погруженным блендером за блендером это все дело. И добавим сухарики. Смотрите, какая красота. Сейчас будем пробовать. Ну что, девчонки, дегустация. Очень вкусно. Вообще красота. Я бульон подсаливала. Так что соль здесь. Если бы я не подсолила, знаете сколько? Одну треть, наверное, столовой ложки. Вот на мою маленькую кастрюльку. Очень вкусно. И будет даже вкусно без мясного бульона, я уверена. Обалденно вообще. Здесь не на 5 порций в моей кастрюле. Порции на 8 точно. Суп достаточно густой получается, когда разваривается. Безумно вкусно. Я буду брать эти супы, девчонки. Мне очень нравится. Мне кажется, это второе у меня стоит. Крем-суп бобовый, скопченый паприку. Он вообще будет объедение. Рекомендую, девчонки. Добавили мяска. Вы все полипачку. У вас готовы первое. Все, вкуснота. Мне очень нравится. Обалденно. Вы просили меня показывать, как я буду питаться. Девчонок много в комментариях решила к марафону по похудению присоединиться. Я сейчас буду... Сейчас 2 часа дня. Уже после обеда. У меня был обед ранний, наверное, во сколько? В 11. Я сейчас стою рано, и я обедала супчик с вами в 11. Сейчас уже 2 часа дня. Прошло 3 часа. Я хочу себе до ужина вот такой перекус устроить. Это коктейль малиновый. Он у меня стоял, ждал своего часа. Я так изредка на работу брала. На половину шейкера. Сейчас у нас будет целая ложка. Мне, кстати, больше, девчонки, он нравится на воде, чем на молоке. Я это поняла. Так, вот. Все. Сейчас будем взбивать. Хорошенько коктейльчик взболтали. И это и будет мой перекус. Сытости он мне лично. Вот этот коктейль дает часа на 2, не больше. Но у него много витаминов. У него много полезных клетчаток. Тоже. Поэтому это здорово. А на ужин придумаю что-нибудь этическое. Какую-нибудь запеканку с куриной грудкой. Может быть, что-то такое. Ну что, красотки. Настало время протестировать нам с вами вот такой вот восстанавливающий, очищающий кондиционер от Арису. Здесь написано, что нужно нанести на влажные волосы, помассировать и тщательно смыть. Сейчас я все попробую это сделать. Шампунь никакой применять не буду. И мы с вами посмотрим на состояние моих волос. Как они выглядят до. Ну, они, в принципе, у меня сейчас в хорошем состоянии. Пользуюсь достаточно эффективными средствами. Но система GoWashing у меня в руках в первый раз. Поэтому пойдемте пробовать. Девчонки, еще хотела вам оставить отзыв на вот эту вот ночную маску желе от BioGlow. Я уже пользуюсь практически две недели ей на постоянной основе на ночь. У меня сложилось определенное мнение. Рядом она не валялась даже с ночной маской в веке. Девчонки, потому что вот уже который день я стала замечать, видите, вот желе. Вот я ее почти полбанки израсходовала. Да не почти, а половину. Что, когда я ее наношу заранее, перед сном, да, ну, может где-то за час, за полтора, даже за два, до того, как ложится в кровать. Ну, то, что она утяжеляет, не скажу, что утяжеляет, но лицо после нее какое-то такое жирное. Но это ладно, это все можно терпеть. Если она работает на коже, как бы, да, это все ерунда, это ночная маска. Если наношу близко к глазам, а я такие продукты наношу и на веки, чтобы они тоже там поработали, да, и вот наносишь не прям сюда, а вот сюда, да, глаза начинают как будто пелена такая, немножко щипать, неприятные ощущения и так далее. У меня такие ощущения были только от продуктов Эйвен, от Фаберлик ни разу в жизни. Поэтому я как-то прям вот разочаровалась, скажем так, мне не понравилось. Глаза потом такое ощущение, что хочется умыть, проходит полчаса, и хочется умыть и кожу, и глаза, потому что вот это неприятное ощущение, пелены, а ты вроде еще не спишь, да, и они пощипывают, неприятно. И наутро, девчонка, вот я сейчас проснулась уже в школу, сбегала, дочь отвела, веки припухшие. Получается, это что-то типа, да, аллергической реакции, я так понимаю, на продукт. Я понимаю, что нельзя близко к глазам наносить, но я и не совсем близко, я на веки, все равно каким-то образом крем попадает, потому что он достаточно такой на коже становится жирненький, да, и он все равно, может быть, стекает, подтекает, попадает все равно в глаза, и мне это не понравилось, очень неприятно, поэтому я, скорее всего, вот этот продукт, да, использую на декольте и на руки, на лицо больше не хочу. С утра подопухли немножко веки, нижнее и верхнее, и я теперь уже полностью уверена, мое мнение полностью по этому продукту сложилось, поэтому кто выбирает между маской ночной векенд и вот этой биоглоу, конечно же, только векенд. От нее лицо с утра свежее, она никаких припухлостей, неприятных ощущений не вызывает, а вот это вот, да, мне не очень понравился продукт, поэтому буду добивать и больше не повторю. Девчонки, буквально вчера, вот когда снимала, разбавить средства для кухон и плит вот в этой штуке, да, от Азелит Грасс, мне девочка написала в комментариях, что она так и делает. Она разбавляет, ну, мне кажется, наверное, пополам, даже больше она писала, с водичкой, переливает в бутылочку с дозатором и распшикивает, и говорит, так, гораздо экономнее, и очень хорошо можно протирать плиту, конечно, такое разведенное средство оно уже не очистит, вот как мы вчера своем сковороду чистили, но протирать плиту и раковину, да. Я добавила еще немножко водички, в принципе, даже не один к одному, а меньше, наверное, два к одному, да, два средства, две части средства для духовок и плит, одна часть воды. И вот у меня сейчас все прекрасно пенится, я вот так вот распшикиваю и буду сейчас чистить. Так что такой лайфхак берите себе тоже на заметку, очень удобно, экономично, на самом деле, чем выливать, и когда оно такое густое, да, мне не очень нравится, оно какое-то такое склизкое само по себе средство для духовок и плит, потом даже тяжело его смывать с поверхности. Ну что, девчонки, помыла голову кондиционером восстанавливающим, очищающим. Что хочу сказать? У меня какие-то такие двоякие ощущения. Когда мыла голову, одного раза было мало, наносила два, потому что он совсем не пенится, это очень непривычно на самом деле. Но, тем не менее, два раза помыла, очень приятно было мыть с этим средством волосы, потому что они сразу такие мягенькие, гладенькие, как следует массировала кожу головы, потому что мне казалось, что я прям ее не промою, средство, ну это же кондиционер, да? Вот, что по состоянию? Никакую не смывашку не наносила, вот вам показываю, как есть. В принципе, они нормальные, лежат хорошо, посушилась феном, расческа не застревала, они блестят, они живые, с учетом того, что у меня волосы умерли уже, наверное, наполовину давным-давно. Но я не знаю, как поведет меня после такого, у меня после такого мытья кожи головы себе, потому что у меня все-таки больше жирный тип волос, да, у меня корни пачкаются быстро. Поэтому посмотрим. Так вот, в принципе, ничего. Все нормально, промытые, не грязные, все хорошо. Время только покажет, то есть завтра, послезавтра я уже пойму, насколько быстро будет пачкаться голова, и стоит это того или нет. Я вам обязательно отзыв в инстаграм в ближайшее время накатаю, а сейчас, мои хорошие, я бегу редактировать видео, потому что уже сегодня вам нужно его выпустить. Ну, а если видео было вам полезно, интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую, всем пока-пока.